Благо есть, исповедуйтесь, Господи, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро на вас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятиструн на псалтире с песнею в гостях, яко возвеселив наси, Господи, в творении Твоем, и в деле Богу Твоею возрождается. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучать псалтирь, и сегодня будем говорить о 149-м псалме. 149-й псалом имеет преднаписание «Аллилуйя 149». И сей псалом высылает хвалу и благодарение Господу. Конечно, очень удивительный псалом, просто замечательный. Этот псалом говорит о том, что псаломопесец Давид пророчествует о христианах, которые будут словословить Бога и высылать ему совершенно новые песни. Одни гимны и песнословие были в Ветхозаветной Церкви, другие гимны и песнословие в Новозаветной Церкви, потому что здесь Господь явился, пришел на эту землю и, конечно же, открыл великую тайну, тайну домостроительства Божьего, тайну спасения Божия человека. И здесь, конечно, христиане поэтому составляют новые песни, новые гимны, которые исполнены всех божественных деяний, которые Господь совершил ради нашего спасения, ради того, чтобы каждый из нас не погиб, но имел бы жизнь вечную. Псалом удивительный, глубокий, и он начинается с того, что псаломопесец Давид приглашает нас. «Воспойте Господеве песню новую, хваление его в Церкви преподобных». «Воспойте Господеве песню новую». Мы уже сказали и коснулись с вами о том, что христиане составляют новые песнословия, но опять-таки вот эта песня новая, она должна быть неформальной, она не должна быть чувственной, она не должна быть... Это молитва о песне, это именно молитва, это обращение к Богу. И эта молитва, она должна быть совершенно иной, она должна быть светлой, чистой. И в то же время эта молитва должна быть исполнена всяческих внутренних каких-то особых обстоятельств. Эти обстоятельства выражаются в молитве, в первую очередь, созерцательной. Мы не раз с вами говорили, что и об этом псаломопевец Давид говорит и приглашает, чтобы молитва была и созерцательной, и чтобы молитва была, конечно же, и деятельной. И вот созерцательная молитва, конечно, должна быть всегда. Это молитва, которая сопряжена с нашим внутренним умственным напряжением, с нашим вниманием, с нашим сердечным обращением, чтобы эта молитва исполнялась вот такого внутреннего глубокой сосредоточенности. Такая молитва, она приятна Богу. Не то, что уста. Мы знаем, что у человека есть такая возможность говорить устами, но сердце будет стоять далеко от такой молитвы. И мы сами говорим, что человек, когда вот так вот что-то говорить, а внимание его уходит в другую сторону, то он рассеян, то он даже не понимает, что он говорит, и он не видит человека, которому он говорит. И вот такая молитва может быть у нас при обращении к Богу. И тогда Господь не внимает такой молитвы. Он говорит, что вы устами чтете меня, сердце далеко отстоит от меня. А то такая молитва не нужна Богу. Он скажет, я не знаю вас. Но если молитва такая внутренняя, созерцательная, сосредоточенная молитва, то она приятна Богу. В то же время молитва должна быть деятельной. Деятельная молитва — это та молитва, которая говорит об особом состоянии человека. Не от всякого человека Господь принимает молитву. Если человек творит злые дела, а потом идёт на молитвы, то тогда Господь не воспринимает молитвы такого человека. Очень часто мы обращаемся к Богу и просим Его помощи, но Господь не слышит нас. Почему? Да потому что молитва такого человека неприятна Богу. Человек должен, если он обращается к Богу, то он должен и всем своим существом, и своими делами, поступками, словами, и помыслами приближаться к Богу. Если что-то не получается, то он искренне должен сожалеть об этом. И это сожаление приводит его к покаянию. Поэтому прежде молитвы, принесённой Богу, мы должны принести покаяние. И в то же время, прежде чем обратиться к Богу с молитвой, или принести Ему дар, словословие, хваление и благодарение, высылаемые песни Богу, мы должны опять-таки иметь мир со всеми. Мир с самим собой, мир с Богом и мир с теми, кто окружает нас. Если мы кого-то обидели, мы должны примириться, попросить у них прощения. Если мы чувствуем, что кто-то обижен на нас, мы также должны сами первыми попытаться примириться с ними. То есть вот этот мир, он очень важен. Если есть мир внешний, то и от этого внешнего мира будет рождаться мир внутренний. Поэтому Господь говорит, братья, если зависит от вас, держите мир со всеми. И так псалмопевец Завид призывает нас, чтобы у нас молитва была не только созерцательная, но и деятельная, и чтобы сердца наши были чистыми. Тогда вот такая молитва будет благоприятна Богу. Поэтому второе, такой вот смысл и призыв хваления его в церкви преподобных, хваления его в церкви святых, святости, конечно, приятна Богу. И Господь принимает молитву из рук таких людей, которые поднимают себя в отношении духовным нравствием, стремлении исполнить заповеди Божии. Конечно, здесь есть и говорится, мы говорим о том, что о новой песне, новой песне, которая составлена опять-таки в новозаветной церкви. Но Господь еще очень хочет, чтобы в церкви мы были святыми, потому что Господь всех нас призывает к святости. Будьте совершенно, как совершенный Отец вас небесный. Будьте святы, как я свят. И стремление к святости должно быть у человека, который хочет высылать Богу словословие и благодарение. И тогда эта молитва принимается Богу именно от рук тех, кто в правде, в чистоте, в светлости совершает такую молитву. «Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сын Авесионе возрадуется о царе Своем». «Да возвеселится Израиль о сотворшем Его». Конечно же, мы с радостью и весельем должны высылать словословие Бога. Апостол Павел говорит о том, что мы вообще находились всегда в радости, не только в общении с Богом, но и в радости в нашей повседневной жизни. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». То есть Псалом Павел призывает нас к радости. Но почему мы должны всегда радоваться? Мы знаем, что у нас настроение плохое бывает, которое зависит от погоды, от природы, зависит от каких-то внешних, внутренних обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Почему мы должны всегда радоваться? Да потому что все мы должны превознимогать и превосходить теми чувствами, которые у нас в сердце нашем. Благодарности Богу. За что мы должны благодарить Богу? И вот здесь Псалом Павел говорит о сотворившем Его, то есть о сотворившем Его, то есть Господь сотворил нас, Господь дал нам жизнь, Господь нас призвал к этой жизни. А если бы мы не были живы, мы не познали этот мир, мы бы не познали чувство любви, дружбы, чувство попечительства, покровительства, окружения тех замечательных людей, и мы бы никогда не испытали замечательные события, которые дарила нам жизнь. И тот мир, который окружает нас, он настолько удивителен. Мы в этом мире очень многое познаем. Но самые большие святые отцы говорят о том, что в этом мире сам Господь открывается человеку, и человек начинает познавать Бога. Кто такой человек, вопрошает Псалопевец Давид, что Господь ему столько многое дает, что Господь сам открывается ему, и человеку дано возможность познать и волю Божию, волю и разум Божий даже, в какой-то степени прикоснуться и к этому совершенно непостижимому, что имеет Господь. Но Господь дает человеку, он открывается, он сам приходит, он сам открывает себе, он сам открывает, что он есть любовь, он открывает нам то, что любовь его непростая, любовь его жертвенная. И ради этого Господь готов на всё, чтобы спасти своё творение. И через это мы познаём великую божественную любовь и заботу о каждом из нас. Поэтому нет повода нам не веселиться, нет повода нам не радоваться каждый день, а радоваться совершенно в простоте сердца, как радовался псалмопевец Давид, когда переносил ковчег завета. Никто его не понимал, как царь может плясать перед своими подданными, что видели, что он веселится и танцует, как младенец, без всякого царского достоинства. Но псалмопевцу Давиду было очень важно, что он открывается и радуется перед самим Господом. Он не мог не радоваться, потому что Господь идёт на Сион в ковчеге завета. Как не радоваться этому, что Господь услышал раба своего, он видит, что его сердце горит любовью к Богу. Он не мог эту радость сокрыть в своём сердце. От избытков сердца уста глаголят, и у него и уста, и ноги, и всё говорили. И о той великой радости, которую испытывал псалмопевец Давид, когда переносился ковчег завета. Также и здесь, зная о том, что Господь имеет такую любовь, попечение, что Он благ, милосерд, Он человека любив, Он хочет блага всем нам, как об этом не радоваться? Ведь Он это даже засвидетельствовал, засвидетельствовал через Свои крестные страдания, через Свою смерть и воскресение. Он совоскресил плоть человеческую вместе с Собой. Он открыл путь к Царствию Небесному. Он обожил человеческую плоть и сел вместе с нею, одесную Бога и Отца. Поэтому выше этой радости нет ничего. И те проблемы, те испытания, те скорби, с которыми мы сталкиваемся, они ничего не представляют в этой жизни. Поэтому преподобный Серафим Саровский говорит такие удивительные слова. «Радость моя! Христос воскресе!» То есть не печалься ни о чем. «Господь все сделал за тебя. Прими иго Господне и научись от Него. Я как роток есть и смирен сердцем, и обрящаше покой душе своей». Поэтому Господь вот так вот удивительно нас радует и призывает. «И сын Авесионе возрадуется о царе своем». Ну как нам не возрадоваться о Господе? Потому что Господь царь наш. А царь, значит, он и не в том понимании нашего правителя, которые не имеют должной заботы и попечения о народе своем. А царь, который заботится о народе своем. И мы знаем, что Господь всегда заботился о народе израильском. И как Господь немножечко оскорбился, даже обиделся, когда народ израильский запросил, чтобы над ними был царь земной. Он говорит, вы отказываетесь от моего попечения. Ну а мы, конечно, не отказываемся, потому что мы радуемся о нашем Господе. И сынове Сионе, сынове Сион – это новая церковь, христианская церковь. И мы радуемся о Царе Своем, потому что Господь не только является царем нашим, но Господь избирает каждого из нас своим жилищем. И во время святого таинства причастия Господь вселяется в нас. «Прииди и вселися в ныне». И Господь приходит к нам и вселяется в сердце наше. И затем Господь уже почивает вместе с нами. «Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтыре, да поют ему». Опять-таки вот псалмопевец Давида говорит, что мы должны вместе в лице, то есть вместе все лики собраться воедино и прославлять нашего Господа. Господь хочет, чтобы мы едиными устами и единым сердцем, единомыслием прославляли имя Господне. Все вместе. Когда мы все вместе, мы понимаем, что это огромная сила. Когда мы собираемся вместе здесь, именно и являем любовь Божию. Каждый по одиночеству не может явить любовь, потому что любовь — это не игра в одни ворота. Любовь — это чувство взаимное. Бог любит нас, мы любим Бога. Мы проявляем любовь к Богу через любовь, как говорит Иоанн Богослов, к своему ближнему. И когда мы вместе соединяемся, то тогда мы являем любовь между собой, и, значит, мы подтверждаем, что мы являемся сынами и черями Отца нашего Небесного, сынами и дочерьми Отца нашего Небесного. Это, конечно, очень удивительно. Это просто замечательно. Этим мы показываем, что мы любим Господа, потому что это делаем всё во имя Господа. И в то же время, конечно, когда собирается, хорошо поёт один человек, очень замечательно и льётся голос красиво, но когда огромный собирается хор, как он красиво поёт, как это величественно, как это сильно захватывает, как он охватывает огромные пространства, даже без всяких микрофонов и динамиков, потому что здесь звучит и льётся голос многих, соединяя во единый глаз, который обращён ко Вселенной, а в данном случае обращён к Господу. И вот Господь хочет, чтобы мы составили единый лик, то есть вместе собрались, но единым голосом прославили Господа, все вместе, в единомыслии, единым сердцем и едиными устами. И вот к этому и призывает псалмопедис Давид, и говорит, насколько это важно, в тимпане и псортире допоют ему, то есть и в деятельной молитве, и в созерцательной, то есть и показали вот эту вот глубину молитвы, крепкой и сильной, деятельной молитвой, действительно, вот и нашими внешними какими-то нашими делами и поступками, и внутренними нашими усилиями, которые мы можем приложить к этой молитве. «Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие воспасения». Глубочайшие слова опять-таки говорит там псалмопевец Давид и показывает, насколько благ Господь к людям своим, то есть Он желает нам всем благости, то есть желает всем добра. Господь настолько любит человека, что Он это благо хочет, чтобы мы увидели на земле, и к этому благу мы прикоснулись на небе, конечно же, стали сынами вечности. И в этом заключается великая любовь Бога. И в чём же она выражается? «И вознесет кроткие воспасения». Опять-таки, смотрите, Господь не просто спасает человека, говорят святые отцы, но возносит его. И возносит его, опять-таки, не только в вечности, но и в этой жизни. Конечно, Господь своим пришествием открывает человеку двери Царствия Небесного. Господь его возносит в свои обители, и каждому воздаёт должное место в обителях отца своего Небесного. У отца моего обителей много. Он идёт, готовит для нас эти обители. Он показывает, что значит приготовить. Приготовить — это значит ожидать. Они могут быть, но они могут быть и не готовы. Приходит человек, у меня есть, но поселить тебя некуда. У меня вот там ещё не готовы, там не подготовлена постель, здесь не подготовлена кровать, а там вот водичка не течёт холодная, а здесь вот горячей нет воды, а здесь нет каких-то условий для проживания. А Господь именно идёт и готовит. То есть что этими словами сказано? Что Он ждёт нас, ждёт Своей обители, и действительно вознесёт во спасение. То есть не просто спасёт человека, а вознесёт, поднимет его до своих вечных обителей, которые Он уже там приготовил в вечности. Ну и в жизни опять-таки Господь готовит спасение для каждого человека. Он, конечно, не просто спасёт человека от тех бедственных обстоятельств, которые посетили его. Но, конечно, Господь ещё и что сделает для каждого? Он вознесёт, то есть восставит тебя на должное место в этой жизни. И не только восставит на должное место, а если ты даже не имел этого должного места, то Он всё равно тебя поставит выше других, не для того, чтобы опять-таки у тебя была гордыня какая-то и превозношение над другими, а для того, чтобы показать дивные и славные дела Божьи. То есть тот человек, который уповает на Бога, у Господь всегда показывает, что с помощью Божий человек может не только восстать, но Господь ещё его вознесёт и поставит и в этой жизни. Но опять-таки, кого Он вознесёт? Кроткие. То есть Господь никогда не делает с человека то, что человек не хочет. Но Он сначала ждёт от человека деятельного какого-то действа, а потом уже, конечно же, помогает этому человеку, возносит его во спасение. То есть Он всегда презирает на кроткого и смиренного человека. И какие бы ни были наши жизненные обстоятельства, или какая бы ни была наша жизнь, в этой жизни всегда нужно вырабатывать кротость и смирение. Без этого невозможно ничего достигнуть в нашей жизни. Путь кротости и смирения, он спасительный путь. Он приводит человека к победе в этой жизни и в жизни вечной. Поэтому Господь и призывает нас и говорит, научитесь от меня, я как роток, если смирен сердцем, и обрячете покой душам вашим. Без этого пути не только не будет покоя, но и не будет того спасения, которое мы ждём в этой жизни, и того спасения, которое Господь нам предлагает в жизни будущего века. Удивительные глубокие слова, дорогие братья и сёстры. То есть Господь ничего без нас не делает. Как говорят святые отцы, Господь может всё сделать, но нас без нас спасти не может. Без нашего деятельного участия, без нашего стремления приобщиться к тем великим добродетелям, которые открывают возможность действия на нас, промысла Божия и участия Господа в нашей жизни. «Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих». «Восхвалятся преподобные во славе». Конечно, здесь говорится и о будущей славе, но и о славе в земной жизни. Мы же понимаем, что кто может возрадоваться? Тот, кто достигает определённый покой в этой жизни. А покой только тогда бывает, когда человек приобщается к тем великим добродетелям, которым Господь призывает каждого человека, к которому человек стремится и достигает определённой праведности и святости в этой жизни. Почему он может достигать этой славы? Потому что его ничто не интересует в этой жизни, а он стремится только к одному – к славе Господа. И таких Господь прославляет тоже славою своей и возрадуется на ложах своих. Ну, опять-таки, если говорить о высшем смысле этих слов, мы начинаем, конечно же, понимать, когда мы можем возрадоваться на ложах своих, тогда, когда, опять-таки, приобретём место в Царстве Небесном, тогда, когда войдём туда. Потому что вся наша жизнь – это её доль плачевная, здесь много скорбей и печалей. Но в то же время и в земном смысле мы понимаем эти тоже слова «как мы можем возрадоваться на ложах своих». То есть человек, который находится в какой-то борьбе, в каком-то смущении или в каком-то гонении, в каких-то трудностях, он не может радоваться на ложе своем, он не уснёт просто. И ложа его не в радость, когда ты находишься в благодатных трудах, в заботах, в служении, в молитве. Всё это тебя вдохновляет, ты радуешься этому, потому что тебя ничто не отягощает. Каждое твоё дело и каждый твой молитвенный подвиг, он тебя насыщает, как чистый воздух твоей лёгкие, у тебя расправляется грудь. И ты тогда уже, когда доходишь до кровати, ты радуешься тому, той возможностью, что ты можешь отдохнуть, ты радуешься своему ложу. И тебя ничего не тяготит. Ты спокойно в молитве закрываешь свои глаза и уже открываешь тогда, когда тебе уже приходит время для новых трудов, для новых подвигов и для нового молитвенного делания. А когда тебя обуревает скорби, трудности, когда ты ложишься с больным сердцем и встаёшь с таким же больным сердцем, да и ночь для тебя не может тебя упокоить и принести тебе какую-то радость, ты переворачиваешься с одного бока на другой и не можешь порой глаза осомкнуть, такое ложе, конечно, не приносит тебе никакой радости. Радость приносит тогда, когда ты получаешь избавление. Ну и в полном смысле я уже сказал, что мы получаем избавление тогда, когда мы уходим из этой жизни, и когда Господь принимает нас в свои обители. И вот праведные преподобные, они, конечно, возрадуются на ложах своих, потому что они в святости, в трудах пребывали здесь, на этой земле, и Господь их принимает, и в свои вечные обители Отца Своего Небесного. Вот, конечно, о таких людях мы можем сказать, что они возрадуются на ложах своих. Ну, конечно, в смысле земного существования мы можем говорить о том, что о евреях, которые вернулись из-за вавилонского пленения, они, конечно, и молились, и словословили возношение Божие в гортани их, то есть они своими устами прославляли Бога, ну, и руку держали на мече обоюдоостры в руках их, то есть им нужно было защищать свой город от тех народов, которые не хотели, чтобы они восстановили вновь свой город, чтобы Иерусалим был сильным, чтобы израильское царство было сильным. Они хотели народа, они хотели, чтобы не было израильского народа, чтобы они не восстановили свой храм, а храм — это духовная сила, которая и давала мощь и могущество этому государству, давала силу этим воинам. Поэтому они всячески стремились им навредить и помешать, исполнить вот это великое дело. Но они, конечно, прославляли Бога, они молились Богу своими устами, а руку держали постоянно на мече, защищая себя от коварства врагов. Ну, а и о высшем смысле мы начинаем говорить уже о христианах, которые, опять-таки, составили новые песни и прославляют Господа непрестанно, по слову Священного Писания, непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот непрестанная молитва, она должна быть всегда у нас. Бдите и молитесь, да не внедите в напастье. И в гортане верующего человека всегда должна звучать молитва. Что бы он ни делал, куда бы он ни шел, должна быть непрестанная молитва. И не нужно стесняться, что мы где-то молимся, едем в транспорте, или едем за рулем автомобиля и слушаем слова Священного Писания. Все это, конечно, то необходимое, которое духовно нас обогащает и приближает к Богу. Но и мечи обоюдоостры в руках их. Если говорить, опять-таки, высшим духовным смыслом, и говоря о Новом Завете, мы говорим, что Слово Божие и является этим мечом, которое посецает все лукавое и все ненужное в нашей жизни. Это и является мечом обоюдоострым. Почему обоюдоострым? Как меч заточен с двух сторон, вот, являет такое совершенное оружие, и любой стороной этого меча можно сразить врага. Также и врага рода человеческого можно сразить Словом Божиим. Почему обоюдоострые двухсторонние? Потому что есть слово Божие Ветхого Завета, говорят святые отцы, а есть и слово Божие Нового Завета. Ну и мечом, конечно, называется Крест Христов. Это является оружием непобедимым. Этим оружием мы побеждаем врага рода человеческого. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Ну, в чем же заключается отмщение? Отмщение и обличение в людях. Фраза очень соединенная между собою с тем, что отмщение, конечно, творит Господь. Но через что? Через обличение в людях. А как обличаются люди? Чем они обличаются? Обличаются, опять-таки, той великой силой, которую Господь дает верным его. Смотрите, евреи перед вавилонским пленением не могли себя защитить от этого ассирийского войска. Никак не могли. Потому что Господь оставил их свою благодатью. И вдруг, когда они приходят, не имея такой силы, не имея своей государственности, не имея своей столицы, не имея храма своего, возвращаются на свое место, и они отражают врагов, которые бесчисленным количеством раз нападают на них, думая, что, опять-таки, они не имеют такой силы, но они не учитывают, что сейчас Господь с ними. И они отражают этих врагов. То есть раньше была сила, но не было благодати Божией, поэтому было поражение. Сейчас нет такой силы, но есть благодать Божия. И враги видят о том, видят, как они побеждают. То есть люди, обличение в людях, то есть Господь обличает их, смотрите, увидите, в чем сила ваша, и не смущается пусть сердце ваше. Сила ваша в том, когда вы с Господом, когда вы своими устами прославляете Бога и другой рукой держите меч в своих руках, или рука ваша лежит на мече, тогда у вас все получится. То есть нельзя уповать только на один меч, но нужно еще уповать и на Божественное Слово. Связайте царей их путы и славных ручными оковы железными. Опять-таки, связайте царей их путы, то есть пленить царей их, этого народа, как бездарных и бездушных, которые не понимают, в чем сила и благодать этого народа, а сила и благодать в вере в их Бога. И, конечно же, здесь очень так ярко показывает псалмопевец Давид и в том, что с чем связывается в Церкви Христовой враг рода человеческого, который является царем ангелов тьмы, тем, что он связывается с силой Слова Божественного, которое, конечно же, являет Господь эту силу через свое воплощение. И в Новой Церкви, конечно, Господь дает и людям такую силу через молитву, через крест Христов связать врагам рода человеческого. Сотворите в них суд написан, слава будет всем преподобным его. Сотворите в них суд написан. Суд, который написан, который не можно ничем изгладить. Этот суд, конечно, и о том суде, Господь говорит, и о страшном втором суде. И суд написан, суд совершается, суды, как говорит псалмопевец Давид, через заповеди Божии. И этот суд является написанным для каждого из нас. Есть закон, есть заповеди, и если кто нарушает их, тот приобщается к такому вписанному суду. Слава сия будет всем преподобным его. Святой жизни, говорят святые отцы, является славой для каждого человека, который живет в правде и который живет в праведности. То есть слава сия будет всем преподобным его. Вот стремиться нужно к славе. И слава и в этой жизни, мы уже с вами говорили, и в будущей жизни, когда Господь сотворит суд написанным. То есть Господь, когда разделит народ на праведников и на грешников, каждый получит свое. Тот, кто служил и жил в правде по закону Божьему, тот коснется вот этой вот славы, которую Господь уготовил для преподобных его. Но вот такой удивительный, замечательный псалом, о котором мы сегодня с вами говорили, дорогие братья и сестры, являющий глубину, и в то же время говорит нам о том, насколько важно нам прославлять имя нашего Господа в повседневной жизни. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас всех Господь и до новых встреч!